Спортивные, с быстрой зарядкой и хорошим звуком. Да, говорит Viva. Приветствую, уважаемые. Сегодня мы с вами послушаем интереснейшие свеженькие наушники под названием Viva Wireless Sport. Поехали. Наушники выглядят, ну, как стандартные наушники с зашейником. Сами ушки на магните. Здесь они, вот видите, пум-пум-пум, друг другу магнитятся. Вот это все заменяется. Если не нравится насадка внутренней или вот эта штука с плавником, пожалуйста, есть комплект. На одной, хотел сказать, чашке, но это не чашке, стороне, просто надпись Viva. На другой чашке или палке, или модуле. Кнопки. Кнопки, соответственно, громкость вниз и вверх. Она же перемотка треков. Универсальная прием-отбой-плей-пауза. Она немножко имеет такой профиль с пупыркой посередине. И с сердечком это вызов голосового помощника. Микрофон и USB-C, да, ничем не закрыты, несмотря на защиту от влаги и пыли. Как оно сидит на живом мне? Взяли, раз, два, и все. Это пример записи на встроенный микрофон. Кстати, здесь есть специальное шумоподавление для того, чтобы, когда вы разговариваете на улице, вас было бы максимально хорошо слышно собеседнику. Вот такие пироги. В наушниках, что самое главное, правильно, звук. Поэтому начнем мы с басов. Басы здесь такие плотные, насыщенные, явно прописанные, явно присутствующие в материале. Да, можно сказать, что это наушники для басхедов. По характеру звучания они напоминают интересное сочетание очень такого пластмассового, сухонького баса JBL и очень такого естественного, но мягкого и аморфного баса Sony. Причем ближе к сторону Sony. Да, то есть вы получите естественную бочку, хороший такой плотный низ. Если это какой-нибудь натуральный инструмент типа контрабаса или акустической бас-гитары, то вы услышите прямо все вот это вот насыщенное звучание, всю вот эту вкуснотищую. Но при этом она будет прекрасно контролироваться и нарастать быстро, затухать достаточно быстро. Поэтому сложные партии, несмотря на количество этого самого баса, будут отрабатываться очень прилично. Серединка. Серединка. Нет, давайте лучше продолжим все-таки в ВЧ, потому что про середину будет правильнее сказать попозже. ВЧ. Bluetooth наушники вообще вещь такая, которая с ВЧ не очень хорошо работает. Ну, в принципе, это ограничение Bluetooth и не самые крутые драйверы внутри, но здесь почему-то у Vivo получилось. Ну, точнее, почему-то смогли, молодцы. То есть ВЧ очень прозрачный, очень легкий, очень детальный, очень полетный, очень хорошо читаемый, очень такой натуральный, причем кажется, что ты слушаешь на хороших затычках кабельных. Ну, понятное дело, я не сравниваю с какими-то топами, да, мы не залезаем в другой ценовой диапазон. Но в этом ценовом диапазоне такой ВЧ, да еще и к тому же на Bluetooth, ну, блин, это очень круто. Действительно, это очень круто, очень просторно, очень прозрачно, очень хорошо. Середина на их фоне читается проще. Почему я говорю про середину потом? Да, она хороша, да, она интересна. Понятное дело, что нижняя середина тоже будет немножко приподнята. Но вот в ней какой-то не хватает чего-то такого естественного и сочного, чтобы получился уникальный ансамбль звука. Он хорош, безусловно, хорош по сравнению с кучей-кучей других Bluetooth наушников, да. Вы услышите все, просто вот по сравнению с НЧ и ВЧ кажется, что чуть-чуть бы еще долить, чуть-чуть бы еще добавить, и тогда это был бы просто вот отрыв башки, что называется. Очень круто. По виртуальной сцене имеем не очень большую комнату, ну или не очень большой совсем зальчик. Он больше вытянут в стороны, чем вперед. То есть право-лево хорошо, да, а здесь, ну, достаточно близко к вам исполнитель поет или музыка играет. Ну, это вполне нормально. Да, естественно, это АЧХшная вилка, так или иначе. И просто она очень-очень прилично сделана. Здесь нету провала с середины, но подчеркнуто низ и подчеркнуто вверх. Когда вы бегаете, я это все-таки подчеркну, спортивные наушники, вы получаете вот этот самый драйв для бега, и если у вас вдруг теряется ВЧ, здесь оно не потеряется, потому что его достаточно. То есть для спорта оно просто вот идеально сделано, прям правильно. Ну и для басхедов тоже очень хорошо подойдет. По поводу остального, ну, тут есть поддержка Эльдак, поэтому большинство андроидов умеет с ним работать, и вы получите звук явно лучше, чем с обычного кодека. Это нормально. По поводу времени работы. До 12 часов у меня получилось где-то там 11, ну, там 11.30, 11.45 на среднем уровне громкости. То есть, в принципе, соответствует заявленному производителям. Да, за 5 минут зарядки вы получаете аж 4 часа работы. То есть, если у вас сдохли, поставили на 5 минут, побежали там, натянули штаны, пописали, все, он у вас уже на 4 часа заряжен. Здорово. Есть защита от брызг и пыли по IP55. Да, мочить их не надо, купаться в них не надо, но под какой-то дождик на улице им будет не страшно, просто потом просушите. И да, хорошо, что здесь нету дополнительных каких-то лючков, резиновых заглушек. Вы ничего не потеряете, просто, ну, не заряжайте, понятное дело, когда там мокро. Хотя бы выдуйте оттуда эту воду. В остальном, прекрасно работают. Все хорошо с точки зрения звонков на улице. Вас прекрасно слышно. Да, все управляется тоже замечательно, потому что крупные четко нажимающиеся кнопки. Да, понятное дело, что подключения вот такие красиво гламурные, как у смартфонов Vivo, вы получите не везде, но тем не менее, да, все равно их можно подключить к любому смартфону, просто найдя их в Bluetooth. Соединили магнитно, они, соответственно, ну, все, отключились и ждут. Дальше. Разъединили, поставили в уши, воспроизведение продолжается. То есть все как должно быть. По итогу, вот сегодня прямо объявили 4999 рублей. Ну, то есть 5000 рублей за вот это все. Если вы неупорно гонитесь за ТВСными решениями и нормально воспринимаете вот этот ошейник, возьмите, это реально очень кайфовые уши для улицы бега. В них нормально ходить по улице, они хорошо изолируют канал. Ну, понятное дело, можно подобрать и нужно подобрать под себя правильные амбушюры, правильные затычки, правильные вот эти вот загогулиные плавники. Но если подберете, у вас получится очень хорошая рабочая машинка, да, повседневная на все случаи жизни. Здорово, мне нравится, что Vivo делают очень хорошие железки. Вот последнее, что от них такое тестило-звуковое, это было Vivo TVS Neo. Если не смотрели обзор, обязательно посмотрите. И здесь получается, что второй подряд плюс, да, то есть я совершенно точно за 5000 их могу рекомендовать. Особенно по современным ценникам, бакс высокие все-таки. И серьезно, их стоит послушать. Их можно совершенно точно брать. Vivo, ура, молодцы. Все, на сегодня все я прощаюсь, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok